всем привет сегодня мы будем готовить что мороженое и мороженое у нас будет без миксера без сливок без яиц и молока всего два ингредиента рецепт очень простой все готовится просто и быстро а вспомнить вкус детства нам поможет сашуля да сашу я будет готовить у нас сегодня что зашу я хотела сказать вот колокольчик да не забудьте поставить лайк и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео миску добавляем 500 грамм жирной сметаны сметана должна быть минимум 20 процентной жирности у меня сметана 30 процентной жирности так вот сметана мы добавили помощник у меня сегодня такой теперь добавляем примерно 250 грамм сгущенного молока молодец умница еще немножко ну вот молодец правильно все 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 хватит и теперь мы добавим ваниль где у нас ваниль вместо ванили можно добавить сок лимона и цедру лимона давай добавляй ваниль у нас здесь примерно одна столовая ложка ванили так и что надо теперь сделать сашуля как ты давай перемешивай хорошо и теперь все хорошо тщательно перемешиваем никаких миксеров нам не понадобится всего два основных ингредиентов и по вкусу добавляем ваниль цедру лимона сок лимона нельзя пробовать пока давай перемешивай хорошо в итоге мы попробовали сашулька сказал что недостаточно сладкой мы решили добавить всю оставшуюся сгущенку вот так все мы добавим вот такая смесь должна у нас получиться смесь на начальном этапе получается жидкое это нормально теперь подготавливаем контейнеры формочки у нас будет несколько вот таких контейнеров переливаем все в контейнер давай мама поможет немножко наливая вот сюда теперь давай с мамой закрываем убираем морозильную камеру на 1 час мороженое у нас простояло в морозильнике целый час вот мы его достали сейчас сашуля все хорошо перемешает три месяца после того как мы его перемешали опять его убираем морозильную камеру и повторяем такую же процедуру примерно 3-4 раза и последний раз оставляем застыть мороженое часа на четыре мороженое у нас простояла в морозильнике всю ночь хорошо застыла достаем его оставляем его минут на 5-10 чтобы она немножко согрелась и нам легче было его сервировать сервирую в бокалы креманки стаканы и вот такая красота у нас получилось всего два ингредиента получается очень-очень вкусно обязательно приготовьте и попробуй а мы сашули желаем всем приятного аппетита всего вам доброго и до новых встреч пока пока